Обращалась в клинику на консультации, анализы сдала, кроме этой целиакии. Ничего не нашли вообще. Далее врач посоветовал соблюдать биклютеновую диету. В инете пишут, диагностику целиакии по лабораторным показателям неинформативно. Здесь проблема, понимаете, в чем заключается? Здесь, конечно, я бы советовал просто, чтобы вы напишите тогда не здесь, не в эту группу, а просто напишите нам, чтобы вы мне показали вашу карту, я посмотрю. То есть, скорее всего, вы не сдали анализ на HLA-гены. Вот если не сдавали, я бы советовал сдать, потому что это очень значимо. Иногда мы там находим. И если вы обращались на консультацию, я бы все-таки, пусть лучше бы мне показали еще вашу карту, я посмотрю. Просто мы тогда вам ответим, что можно сделать еще. А по поводу диагностики целиакии по лабораторным показателям, Дело в том, что это очень-очень спорный вопрос. Проблема заключается в том, что... В чем суть самой целиакии? Я уже об этом говорил, наверное, в нашем эфире. Суть заключается в том, что когда идет переваривание в кишечнике глютена, там задействован фермент тканевая трансглютаминаза и образуется глиодин. И вот этот глиодин, он начинает, если у пациентки есть ДКУ-2 или ДКУ-8 вариант, неспецифическим образом стимулировать иммунную систему. Так что на уровне кишечника, и получается брюшная полость и малый таз, идет резкая активация провоспалительных факторов. И именно факторы риска целиакии, они совпадают полностью с факторами риска невынашивания беременности, если мы смотрим по вот этим HLA-генам. И иногда это можно поймать сирологически, когда мы видим повышение антисел, а иногда мы не можем поймать. Но если мы видим, что у пациентки есть вот именно такая конфигурация, которая более опасна по целиакии с точки зрения генетики, я обычно стоятельно рекомендую переход на безглютеновую диету, потому что это абсолютно безопасная и легкая, абсолютно легкая диета. То есть вы исключаете одни углеводы, заменяете их другими. То есть это не то, что там нужно очень сильно страдать или переживать, из-за чего-то, что вы там чего-то не съедаете. То есть те же самые хлебобулочные изделия, они вполне возможны только из нестандартных видов муки. Вот, поэтому здесь вот это вот, я бы рекомендовал бы просто, если вы сдавали у нас анализы, напишите вот на нашу рецепцию, сообщите номер вашей карты и скажите, что я просил, чтобы мне показали, я посмотрю, и мы тогда с вами свяжемся. Я просто посмотрю карту саму и скажу, что тут можно еще добавить. Потому что, и все зависит еще от того, сколько было случаев невынашенных. Если больше трех, то, безусловно, должна быть системная причина, и нужно, конечно, это все учитывать. Редактор субтитров А.Семкин